Великая Отечественная война 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 Георгий Евгеньевич. Нет, это мой дед, твой прадед. Это мой прадед, я имею в виду, да. Твой дед, правильно. Про него мне интересно было узнать по хронологии, скажем так, что он, кем он был до войны, чем занимался, если тебе что-то известно, какую-то информацию о нем, то есть откуда, кто он был? Он был школьник, он ушел на фронт со школьной скамьи, он закончил 10 класс, и месяц. Началась война. Он был 24-го года нождением. Получается, ему на момент начала, когда к нам пришли. 16 лет ему было. В 17-м, 16-17. Нет, ему в мае как раз 16 исполнилось. Началась война. Он прописал себе 2 года и ушел на фронт, сказал, что ему 18. Ушел на фронт, прошел он, получается, всю войну, он был танкистом, механик, водитель танка был. Вот, имел и боевые награды, и такие потом уже юбилейные. И, в общем-то, деду нашему досталось на войне. Вот. И он призывался на фронт, он ушел вместе со своим отцом. То есть, они с одного военкомата, райвоенкомата Котельниковского, Сталинградская область, это сейчас Валагарадская, они призывались вместе и вместе ушли на фронт. Это, получается, мой прадед, то есть, его отец, отец деда, Татаркин, Евгений Григорьевич, он был 1896-го года рождения. Вот. О нем вообще мы ничего не знали. Вот, немножко информации получили. То, что он считался пропавшим без вести в 42-м году. А оказывается, оказывается, что в 42-м году он попал в плен, полгода он был в плену, потом его освободили. Вот. И еще через два месяца он потом воевал опять, и через два месяца он уже погиб в Курской области. Ну, хронологии, смотри, давай мы чуть-чуть это попозже. Я бы хотел знать, что еще узнать. А он тебе сам, вот, дед Жорка, он тебе рассказывал, вообще как, помните он, как началась война? То есть, вот первые вот эти, что ты говорила? Ну, как началась... Он вообще очень мало рассказывал, очень мало. С него вытащить какую-то информацию. Мне даже тоже, я же в школе училась, давали прям задания, нам тогда давали пионерам, что вот узнайте у дедов, запишите рассказом там. Вот, с него вытащить было очень тяжело информацию. Вот, почему? Потому что, когда человек очень много перенес, это я сейчас своими мозгами уже думаю, когда он очень много перенес, он хапанул за эту войну, и ему, может быть, было тяжело об этом рассказывать, может быть, трудно было. Он никогда не хвалился ни своими подвигами, хотя он много очень прошел-то и повидал. Вот, и единственное, что вот, когда бывало там праздник, дед чуть-чуть 100 грамм подопьет, он всегда вот, у него прям слезы капали, ему, видно, больно было вспоминать это, и вот иногда, по чуть-чуть, он выдавал информацию. Вот каким-то образом я с него вытаскивала все это, будучи девчонкой, потому даром, что была любимая внучка у деда. Вот. И, ну, то, что вот я знаю, самое вот такое вот событие яркое, это был 44-й год Польши. Когда он... Вот. И получается... Начало войны, я могу рассказать с другой стороны, со стороны моей бабушки. Это, значит, мой дед. Получается, мамины родители, дед Татаркин Георгий Евгеньевич, а бабушка, жена его была, Татаркина, в девичестве Корнеева, Мария Владимировна. Она урожденная была села Соленого, раньше был Псебайский район, теперь Мостовской район, Краснодарского края. Вот. Они там жили, значит, получается, семья. Мать, отец ее были, и у нее было еще три брата. Угу. Старший брат Николай и меньший Алексей и еще один Николай. У них в семье было два Николая. И вот до войны ее отец, дед, получается, Корнеев Владимир Гавриилович, он был 906 года рождения. Вот это ж они жили в этом селе Соленом. Он работал в леспромхозе, там леспромхоз был. Село очень красивые места, это горы, это лес. Там был свой леспромхоз. Были, когда-то до войны, бабушка рассказывала, там были золотые прииски в горах. То есть это официально, на государственном уровне, там все это мыли золото. И перед самой войной, и дед у нас, Володька, на этих приисках работал. А перед самой войной, вернее, уже перед тем, как немцам прийти, эти прииски, их взорвали. Ну, чтобы не доставались. Все шахты, да, все это повзорвали. И так потом, ну, после войны, ничего не разрабатывалось. До сих пор где-то в горах там золото есть. Да. Сейчас предприимчивые ребята расшарят. Вот. В наше время. И, в общем, получается, а бабушка, она не работала. Она была с детьми. Получается, четверо детей. Вот. Она у нас, бабушка Настя, значит, она, ну, как, раньше говорят, как деревенская лекарка была. То есть, она травница была. Она травами лечила людей, она вправляла вывихи всякое. Ну, в общем, вот таким занималась. Детей лечила. Да, по сути, лекарь деревенский была. И когда началась война, в августе 41-го забрали деда Володьку. Это, получается, мой прадед, мужа. Со стороны бабушки. Да. Маму твою. Да, со стороны мамы. Его, значит, забрали на фронт и старшего их сына, моей бабушки, старшего брата, Николая. Они ушли на фронт. И вот, от деда Володьки получили одно единственное письмо было, по-моему, в сентябре 41-го. И его как забрали с Адлера, там формировалась часть, и ничего больше, никаких сведений мы о нем не знали. И потом уже сообщили, ей, бабушке Насте, сообщили после войны уже, что он пропал без вести в 43-м году, в июне месяце, где-то в Новгородской области. И был он командиром пулеметного звена. Это, получается, мой прадед. А они жили, кем он тоже работал, кем? Ну, я же говорю, до войны, вот это он в леспромхозе работал, там на приисках работал. Есть одна единственная фотография вот его. Потом старший брат бабушки, который тоже ушел на фронт, он, значит, получается, прошел, он стоял оборону Ленинграда, не полностью, всю блокаду он был в обороне Ленинграда. Потом, когда оборону прорвали, блокаду вернее, пошли наши в наступление, вот они на Псков пошли, с Пскова на Прибалтику. И в Эстонии его ранило. В Эстонии его ранило, и он скончался 4 ноября в 44-м году в госпитале, город Выру. И нашей бабушке Насте уже после войны открывался, ну, тогда Эстония была советская, там открывали памятник, там очень большие захоронения были, очень много людей там умерло в госпитале. И открывали памятник вот защитникам, значит, войны, и ее тогда приглашали, от военкомата приезжали, но она уже болела, старенькая была, она не смогла поехать туда. А теперь вот началась война, значит, что получается? Наша, моя прабабушка, получается, бабушка Настя, осталась на руках с тремя детьми. Старшие сыны, муж ушли на фронт. Бабушке Маруси, то есть дочке ее, получается, она 29-го года была, ей было 12 лет тогда, девчонка. И два маленьких, один 38-го года, другой 39-го года рождения, по годке, два маленьких пацаненка. Вот, и когда пришли немцы, конечно, им досталось в каком плане? Во-первых, тоже такая вот история была, перед тем, как немцы пришли, бабушка рассказывала, пришел в станицу цыганский табор. Вот, пришел табор, они стали за станицей, значит, и цыганка с грудным ребенком, пришла к ней, постучалась в палитку, пришла, попросила, говорит, у меня молоко пропало, говорит, продай мне немножко молока, ребенка накормить. Бабушка Настя ей вынесла к рынку молока. А та ей деньги дает, цыганка. Она говорит, не, не надо, говорит, денег я с тебя не возьму, я не тебе даю, говорит, я твоему дитю даю. А она, говорит, это бабушка моя рассказала, говорит, она на меня так посмотрела, я, говорит, ну что, девчонка 12-летняя, стою рядом с матерью. Она говорит, ой, дочечка, какая же тебе тяжелая судьба ждет. Говорит, один раз будешь замужем, будет у тебя одна дочка. Муж в 63 года умрет, и ты в 63 года умрешь, но переживешь его на 5 лет. Это был 41-й год, это было лето 41-го года. И моя бабушка, она вспомнила об этом случае с этой цыганкой только после того, как похоронила деда в 89-м году. Мы как-то сидели с ней, и она вспомнила, говорит, представляешь, а мне ведь мою судьбу, говорит, цыганка нагадала. А тогда баба Настя ее погнала от двора, говорит, что ты моему ребенку, такую судьбу угадаешь. Она говорит, да я не гадаю, я вижу. Прости меня, пожалуйста, вот я тебя увидела, я тебе сказала. Вот хочешь верь, хочешь не верь. Случай из жизни. Но это отступление опять-таки. Нет, не, вы хорошо. Да, и почему цыгане, говорит, недолго постояли, ушли, потому что немцы же евреевы цыган истребляли. Они боялись цыганей. Они тогда ушли. Ну, видимо, поэтому и пришли. Южнее шли, уходили дальше. Да, 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 уходили они через горы, уходили дальше туда, на Кавказ. А потом, когда пришли немцы, уже они входили в станицу, бабушка рассказывала, говорит, единственное, что мы успели, вот их там, они на окраине села жили. И вот эти крайние хаты, кто уже увидел, что немцы идут, они скотину, коров, схватили, у кого были лошади, коровы, и бегом, значит, утащили в лес, угнали. Они успели свою коровенку угнать. А они жили тогда где? В соленом. В соленом. А соленое, это получается село, вот так, с двух сторон. Горы, ну, оно как в котле получается. Получается цепь, как у нас есть. Да, да, да. Как в котле, вокруг везде горы, а вот в этом котле внизу село стоит. И они в горы, значит, угнали эту коровенку свою, там, с соседями успели. И потом, говорит, немцы пришли, на постой встали, в это самое, в доме-то. Говорит, сразу, они, не скажу, говорит, что сильно прям лютовали, но и не жалели, и не щадили. Забрали, говорит, сразу все. Под чистую подметелку вымели. Корей там поперебили, значит, первое, говорит, только зашел немец, автомату так через шею висит. Матка, яйка, млеко, давай. Яйца, молоко, давай. Говорит, забрали, всех курей поперебили, говорит, прям с автомата их постреляли во дворе. Говорит, поросенок сидел, говорит, свинюшка там застрелили, говорит, костер развели, наверх, телы жарят, говорит, вечером самогонки, шнапсу их, значит, шнапса напились, говорит, сожрали этого поросенка. Это уже получается год? Это уже был, они пришли, по-моему, в 41-м, по осени, что она говорила, да, они зиму простояли, и весной уже наши их поперли обратно. То есть они, получается, с 41-го на 42-й, полгода. Да, 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 вот не помню, а, посмотрите, с 42-го на 43-й, или с 41-го на 42-й. В общем, зиму немцы у них стояли полгода на Кубани, по-моему, 42-й был, когда ушли. Вот посмотрим, точнее. Да, ну, то, что она сказала, что они пришли, вот где-то сентябрь, наверное, был, и потом уже весной их погнали немцы, полгода они у них стояли. Говорит, позабирали все подчистую, какие были маломальские запасы, что там какая-то картошка, там что было, из продукта, все, говорит, полностью забрали, подчистую, все пожрали. И, в общем, они разместились в хате, вот, а нам, говорит, куда деваться. А тут еще у нас нюанс в семье такой, у нас все смуглые, черненькие были. И бабушка Настя, она боялась, что их тоже, как, она сама-то была русоволосая, глаза у нее были голубые, а дед корней черный смуглый, и дети все в него. И она боялась, что их за евреев или за цыганчат приймут. Ну, скорее за цыганчат. Да. И она их прятала, мальчишек, вот этих, которому было 2 и 3 года, она их прятала, у них были подвалы, вырытые в огородах. Вот как этот самый, ну, как объяснить, клуня у нас их называют. И там, значит, подвал в огороде, и вот эти детвора, они полгода в этом подвале в огороде жили, в землянке в этой, потому что она их боялась в хату забрать, она их прятала от немцев. А бабушку Марусю, она же тоже у нас, бабушка Маруся, смуглая, она ее заставляла платок вот так вот полностью повязывать, косы под платком прятать, чтобы не видно было черной косы. девчонка, что она смуглая. Ну, берегула. Да. И ее, значит, как немцы заставляли полностью, чтобы она их обслуживала. В каком плане? Она им готовила кушать, стирала портки все ихнии за ними, там все убирала, вот это вот. И там уже что, сможет урвать какой-то кусок хлеба, бежит этим пацанят, там сунет. А бабушка Маруся еще рассказывала, говорит, а еще ж, говорит, у нас в горах-то зима, сено, они тоже немцы все забрали своим коням. А у нас-то, говорит, в горах в ветке привязанная корова стоит, ее же кормить чем-то надо. И, говорит, чем кормили? Ночью, говорит, выйду, пока они там, напьются, немцы спят, говорит, а я выйду с подвода в них сено, говорит, надергаю, вот так вот, натыкаю, везде натыкаю, говорит, и бегом ночью в горы, беру, коровенку свою кормлю, чтобы она же не сдохла хоть что-то, говорит, кору обдирали с деревьев, кормили вот этой корою. Вот. И, в общем... Сейчас хотел спросить, как в станице, почему не поперли, мужики-то на фронте. Мужики все на фронте, от них бабы остались. Получается, от них бабы остались. Старики да бабы остались. Ой, ублюдки. И она еще рассказывала, говорит, такой случай, говорит, они до смерти, правда, боялись партизан. А партизаны были в горах. Был один случай, как раз, говорит, снег лежал зимой. Партизаны, получается, переходили через перевал, уходили дальше в горы. И они, говорит, с утра пошли, вот там, ну как, тропка вот по горе, допустим, эта тропа идет, то есть со станицы, это было на расстоянии выстрела. По горе, вот видно было, как они цепочкой шли, они, говорит, большой отряд, и они шли целый день. И эти, говорит, подлюки все, говорит, немецкие, они все, говорит, по хатам попрятались. Партизаны, партизаны. Они их боялись, они боялись даже выстрелить, хотя они могли, говорит, выстрелом достать. Они знали, что подмога к ним подойдет не скоро, а если партизаны развернутся и пойдут на них, то хана им будет в этом соленом-то. Что гарнизон там не настолько был большой, боялись, до смерти партизан боялись. Подонки. Да. А потом уже, когда вот погнали немца, ушли немцы, опять-таки, вот они остались с голым, как говорится, подвалом, ничего, она говорит, ни карташины, ни крупинки никакой, ни муки же, вообще ничего не осталось. Они голые полки оставили, все под метелку вымели. А что есть-то, блин, весна, садить что-то надо в огороде. Говорит, первым делом, мы пошли коровенку свою забирать из леса, из гор. А она к тому времени обессилела до такой степени, что она лежала, она уже не поднималась, корова. И они, это ж не только наше, вот сколько этих коров угнали туда, они все такие были, они на ноги попадали, была эта скотина. И она говорит, и что мы, говорит, вожьями обвязывали их, и на себе эти бабы и дети тащили с гор, спускали эту скотину вниз. И потом точно так же, вот выхаживали, поднимали, говорит, ну, выходили мы свою коровенку, мы за счет нее, потом выжили. А тут уже немало мальски, трава пошла, огород садить, картошки нету, сажать нечего. И бабушка Настя, единственное, что у нее было, у нее было золотое обручальное кольцо. И она оставила вот этих пацанят с бабушкой Маруси, девчонка постарше была. И она пешком из Соленого пошла в Лобинск на базар. А там, ну, расстояние, наверное, километра 80. Из Соленого в Лобинск. Она пошла пешком. Автобусы в войну не ходили. Понятно, я ее поэтому и говорю. Да, в общем, она ее не было неделю. Она неделю ходила. Она пошла пешком в Лобинск, и она это кольцо обручальное золотое обменяла на полмешка картошки. Еще назад. И назад она на себе эти полмешка картошки принесла. И вот бабушка рассказывала, карташина, допустим, вот она, глазочки эти ростки проклюнулись, и мы вот сидели, вырезали вот сантиметр на сантиметр кубик, вырезаем этот глазок. Вот глазки эти повырезали, в рядочек посадили в землю. Вот, допустим, сегодня 4 карташина. Вот нас трое детей, и она взрослая. Она сегодня варит эти 4 карташины. Вот глазки из них мы посадили, она сварила каждому по картошке. В день нам было. А, говорит, а делали еще за счет чего с лебеды, говорит, эти, ну, как ладики пекли. Лебеду листья нарвем, она, говорит, на печке их насушит, потом на эту саму, на мельничку перетирает. Вот, и как лепешечки делала из них. Ни курей же ж не было, ничего, никакой птицы, потому что все они сожрали за зиму. Вот, и вот за счет этого, потом уже, говорит, правда, лето, уже нам было легче, в каком плане пошла хотя бы фрукта. Деревья в лесу, какие-то фрукты, что-то орехи, какие-то грибы. Вот за счет этого только выжили. На траве. Это надо было год еще что-то вырастить, как-то протянуть, и потом только на следующий более-менее. И только на следующий. И потом, когда эта картошка выросла из тех глазочков, мы ее, Гор, всю ведь на семена оставили, чтобы нам на следующий год было что посадить. Ну, у меня еще, так вот, тоже из моей-то юности, у нас в станице, там в лесу, есть даже памятник Лене Литвиненко. Не помнишь, нет? На паром как идти? Нет. Вот. Это кто такой Леня Литвиненко? Это был мальчишка, которому было 11 лет. Вот. И вот это же партизаны были в лесу, в горах. А он был связным у партизан. Жил он в нашей в Засовской станице. И потом продатели, полицаи его выследили, сдали немцев. И его, этого мальчишку в лесу расстреляли. И вот на том месте, он там захоронен, и там памятник в станице есть. Мы еще, когда шутпионерами в школе были, мы каждый год к 9 мая мы ходили, мы ухаживали за этой могилкой. Там памятник стоит, убирали все, красили всегда. Сейчас не знаю, кто там делает, что ли или нет. Это памятник, или там прям могилу похоронен? Он, я вот не помню, это самое, он был там сначала похоронен, потом, по-моему, его перезахоронили на кладбище. Но вот этот памятник, он там так и остался. И каждый год мы вот как пионеры, там школьники, мы ходили, убирали там все, вокруг косили, красили это все. Я даже не знаю, ходят ли. Ну, а сейчас не знаю, да, ухаживают кто за этим памятником или нет. Спроси уместно, спрошу. Если ухаживают, я тоже бы когда был, сходил, посмотрел. Потому что, действительно, партизанское движение там в горах было, и большое было. Вот, и немцы боялись, как огня партизан. Это про станицу, да, получается, то есть про тыл. Ну, это тыл, да. Потом уже немцы, когда ушли, жарел. Да, наши пришли, их погнали. Рассказывала бабушка, помнит, что-нибудь, как освобождали. Она говорит, в принципе, боя в самом селе не было, потому что село было в котле, дальше села уже только горы. И немцы, когда наши начали наступать, они просто сбежали из села, то есть в селе боев не было. То есть у них, скорее всего, разведка отработала, да, 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 и они быстренько собрались и ушли. И вот это все, что оставалось, они все под метелку выгребли и забрали все с собой. И остались, да, бабы с дитями на голых палатах. И тут еще, считай, пришли тоже солдаты. И тут солдаты пришли, но они так, что там, небольшой там какой-то гарнизончик, что-то оставили, там какую-то власть. И они пошли дальше в наступление, потому что тогда шли бои. Бои на Кавказе были сильные, немцы же рвались к Баку, к нефти немцы рвались. И вот у нас там Карачаевск, Черкесск, там на перевалах, там такие вот на Эльбрусе. Там же такие бои страшные были. Это вот когда-нибудь, сынок, если поедешь, обязательно съезди. Там такие памятники, там панорама есть в Карачаевске. Вот. Там настолько интересно рассказывают. Наши вот солдаты, они ведь голыми руками, они же не были приспособлены зимою, представь, горы, снег, зима, они не были альпинистами, у них не было снаряжения, а немцы готовились к этой войне. У них были специальные отряды, которые перед войной приезжали, как туристы на Эльбрус, лазили, а потом они все пришли туда уже экипированные полностью, подготовленные, эти эсэсовцы, которые были профессиональные альпинисты, и пришли воевать туда. И наши с голыми ружьями в сапогах в Кирзовых, они же на себе пушки тащили в горы, на вожжах поднимали в горы, на себе тащили эти пушки, и оттуда бои вели, отстреливались. Там такие бои страшные были на этих перевалах, потому что главная задача была не пропустить к нефти, к Баку, не пустить немцев. Они же насмерть там все стояли. Там вот очень много у нас по краю, если поехать, там именно в горах такие вот места есть по всем боям, там везде установленные жарят, Зеленчук, ну там много было, это просто вот съездить посмотреть, я говорю, страшное дело, что там творилось на перевалах, на этих. Даже представить сложно. А потом, что, немцы ушли, и что, остались опять же бабы и детишки, которые пытались как-то поднимать все это. Они опять же работали в леспромхозе, потому что шла дальше война, нужен был лес, нужно было все. Они работали, они тащили все это. На пилорамах. А из-за того, что вот уже потом, после войны, значит, получается, муж не вернулся у нее, у бабушки Настей, дед Володька, пропал без вести. Она ведь даже пенсию на него не получала, потому что он считался пропавшей без вести. Потом уже, прямо вот, я не помню, по-моему, в 60-х, в конце 60-х бабушка Маруся смогла ей выбить пенсию по потере кормильца на сына, Николая, который в госпитале умер. На него она получала, и то получала там то ли 8, то ли 9 рублей. А так вот дальше, ну, за деда знаю, вот это. Вот дед Жорк, получается, да? За него знаю, как воевал. Как он? Ну, вот то, что он прошел, в принципе, всю войну он прошел. Самый такой вот эпизод, это была Польша, 44-й год, это была зима. Это то, что он рассказывал. в 41-м месте с отцом, да? потом они разошлись, да, они разошлись, они были в разных частях, они в разных подразделениях были. Получается, прадед, вот где-то он в Курской области, где бои как раз были, Курская дуга, вот, там погиб, А дед-то прошел всю войну, он дальше прошел. А вот, ты знаешь, нет по годам, где он бывал, нет, не рассказывал? Или ты только Польшу знаешь? Я такой вот эпизод знаю только за Польшу. И что произошло? Да, и он очень мало рассказывал. Ну, кто захочет вспоминать? Да, а в Польше произошло, почему, я почему его выудила за эту Польшу, он, дед, был, во-первых, седой, полностью белый, как лунь, и на свадебных фотографиях они с бабушкой поженились в 49-м году. И вот на свадебной фотографии он белый полностью, как лунь, он седой. И я тогда задала вопрос, говорю, дед, ты что, седым уже женился? Он, ну да. И вот, начала его пытать, и, как говорится, по пьянке, он мне рассказал, почему он седой-то женился. У него с молодости прозвище было, седой. А оказывается, он горел в танке в 44-м году. И вот он посидел, как раз вот, когда этот бой был. Получается, как он рассказывал, было чистое поле. Они шли в наступление, вот как в Шарену выстроились эти танки. Они шли в наступление, зима горит, поле белое, снег ровное, то есть ничего не видно. Вот. А немцы что сделали? В этом поле, оказывается, был противотанковый ров. ров. И они этот противотанковый ров... Ну и все, и сели. Все, и они все сели в ряд, все эти танки. И немцы вот так вот, их все и расстреляли, с пушек. С пушек напрямую, они все расстреляли. Дрон начал. Да, и стал гореть у дрон. И в общем, у него со всего экипажа дед сумел выбраться, через вот этот там же окошко, где эти у механика, водителя, каким-то образом он вылез оттуда. Погибли все, а он вылез, и он загорелся, и комбез на нем. Что, и контузия, скорее всего. Вот. И он, в общем, говорит, я выполз, и выполз, получается, на сторону немцев, на их сторону, этого рва. То есть вперед он полз. Понятно, он не назад танка полз. Говорит, я покатался по земле, притушил огонь, потому что горел весь. И, говорит, я слышу, что стреляют везде, говорит, потому что кто еще выбирался из танков, они добивали. Вот. И я, говорит, просто вот замер, лег и все. Я понял, что мне нужно дождаться темноты, долежаться, чтобы потом уйти к своим. Потому что там бой-то шел. Немцы, если бы видели, что он зашевелился, они бы его добили и все. А наши со своей стороны увидели все эти 12 танков горящих. Они увидели, что немцы все их расстреляли, все сгорели. И они всем отписали похоронки домой. Что все погибли, все экипажи. Вот. И получается, что из всех, вот, кто шел... Ну, они там, наверное, особо не смотрели, потому что если бой шел, они там как-то... Ну, видно же было, что они все танки загорелись, и что никто не вернулся до ночи-то. Никто не спасся, никто не вернулся. И они всем отправили похоронки. Вот. А дед, оказывается, вот тоже до ночи долежал, потом пополз. Как он рассказывал, что поле это до конца дополз, а в конце поля, говорит, был лесок. И вот он до этого леса дополз. Потом пошел по лесу. Пошел по лесу. В общем, он скитался в общей сложности, пока он на наших вышел, 10 дней. Почему? Потому что изменилась линия фронта за это время. Наши чуть-чуть отступили. Вот. И он заблудился в этих лесах. А у поляков они как живут? У них хутора. Допустим, вот один хутор в лесу, и одна семья живет на этом хуторе. Вот как у прибалтов, у поляков так же. И вот это он по лесу скитался, скитался, а представ, он полностью обгоревший. Зима. А у него, да, ни еды, ни воды там, это понятно. Он обгоревший. Комбинезон на нем сгорел. Сгорел. Да. И вот это вот полуобмороженный, полусгоревший, он по этим лесам скитался, и ночью он, как рассказывал, что забрел на этот хутор. Вот. Я говорю, я увидел, амбар большой стоит. Говорит, зашел в этот амбар, передохнул, потом уже глаза попривыкли к темноте. Говорит, я разглядел. А жрать же, говорит, и хота сил нету. Ну-ка, сколько дней ни травины, ни маковой росины во рту не было. Говорит, смотрю, а под потолком, говорит, колбаса и окорока весят. Я, говорит, полез. Я, говорит, наелся. Говорит, себе напихал этой колбасы. Вот. И, говорит, его спасло, что в этом сарае он нашел широкие лыжи. А, охотничьи. Да, охотничьи, широкие лыжи. И вот он на эти лыжи и пошел. И пошел уже, говорит, я тогда слышал. Да он не заходил, побоялся, думал. Он побоялся заходить. Он вот это с сарая. Я, говорит, уже, что, жрачка есть, думаю, дойду. Вот. И пошел на слух, потому что, говорит, я уже начал слышать, что где-то линия фронта рядом, что пушки бахают. И вот он на слух по лесам, короче, стал выходить. В общем, в общей сложности он 10 дней ходил по лесам. За это время, понятно, у него и раны позагноились, и все это. И когда он выпал, свышал на наших, они его сразу в госпиталь. Вот. И, в общем, он отвалялся в госпиталь. А за это время похоронка тоже ушла домой. Да. И его матери ушла похоронка. И он больше месяца, говорит, я был в госпитале, короче, и потом ему дали 10 дней отпуска после госпиталя. Для поездки на родину. И он, говорит, проезжай, ночью, добрался до дому, стучу матери в окно, в хату. Мам, откройте, это я пришел, Жора. А та, ой, солдатик, иди дальше, мой Жорка погиб, похоронка прошла. Он, мам, да откройте, да это я, Жорка. Она, да не может быть. Ну, а когда она, да откройте дверь, дверь раскрыла, говорит, увидала и рухнула на пороге. Так еще бы. Ну, она его уже похоронила и свечки ему поставила за упокой. А тут он стоит. Наверное, радость большая была. Ну, конечно, была радость. И тут он побыл дома в отпуске, а потом пошел дальше воевать-то. Вот, и он почему, это самое, у него даже вот фотографии, ну, там немножко видно, у него все тело было в шрамах, обгоревшее было. Вот, а так вот шея, тело, все-все было в шрамах. То есть, и вот когда он горел в этом танке, вот тогда он и посидел, как лунь белый стал. Получается, ему было 20 лет на тот момент. Ну, да, 44-й год. Вот, а потом уже, когда война закончилась, ему пришлось, из-за того, что он себе года приписал, когда на фронт уходил-то, ему пришлось дослуживать еще по годам. Вот, и демобилизовался он только в 47-м году. А где дослуживал? Я не знаю, где он дослуживал, врать не буду, да, не знаю. И вот уже после демобилизации, тогда он уже на шофера там, помимо, что он на танке разгонял уже, он шофером стал шоферить, и он тогда приехал на работу в Соленое, в Леспромхоз. Он стал там работать водителем, на ЗИСу его был, в грузовой лес возил. И там вот это он с бабушкой познакомился, и поженились они в 49-м году. А в 50-м уже вот моя мама родилась. Вот оно как. А как рассказывали, нет вообще, как вот у них быт после войны строился? А как строился? Вот даже свадебная фотография у них, дед Жорка, бабушка Маруся, на свадебной фотографии она стоит такое платье, на ней светлое, но какая-то косая полоска. Я ее спрашивала, ребят, что это за платье? Непонятное какое-то. Да, вот фата, там веночек, все это сделано. А оказывается, она говорит, сейчас расскажу. Ничего же не было-то. Не одеть, не обуть. Часто 4 года после войны. И оказывается, вот этот венок, который был сделан, это бабушка Настя сделала из белой бумаги цветы с капельками, на ниточках капельки. И она их в воск опускала, они были восковые, эти белые цветы. И он офигенно, красивый был этот венок. Такой полностью, вот плотный, с капельками. Это очень красиво было. А это просто-напросто белый воск и бумага. Вот она дочке на свадьбу сделала вот такой свадебный венок, значит, одевала. К этому венку она прикрутила фату, а фата была из занавески, из оконной. Из этой же занавески она ей и платье свадебное сшила. Потому что не было ни белой ткани, ничего не было. А были занавески на окнах. Она их постирала, сняла с окон и пошила дочке платье с фатой. Вот так и жили. Я вот даже помню... Не в примере теперь еще. Да. Я вот помню уже... Или наоборот, в примере теперь еще. А то сейчас идут... Точно так же и дед же он пришел. Что, такая же голодьба после войны-то. Хоть даром, что он на фронте был-то. А что он с фронта-то? Мы шелонами золото с Германии не отправляли. Да. Так что... А они жизнь начинали с нуля. Вот это они сначала как поженились, они жили в Соленом, потом в Лобинске немножко, а потом уехали на заработки в Новочеркасск. И получается, у нас же бабушка Наташа, мама моя, у нее место рождения Новочеркасск-то. Она же в Новочеркасске родилась. Они там жили, в Новочеркасске, там дед на заработках был. На стройке бабушка работала поварихой, а он водителем на стройке работал. Они какое-то время там жили. Потом вернулись назад в Лобинск. И уже получается... И вот и все жесть, они потом в Станицу, вот как приехали, они жили в Станице, в Засовской, да. А хата у них была где? А на краю Станицы там, где вот последняя остановка, как со Станицы на мостовой ездишь. Заправка сейчас, от заправки еще чуть дальше? Заправка это к Лобинску. А, ты с той стороны имейте? Да, а с той стороны к мостовому последняя остановка. Вот, и они там маленькую... Ну, сейчас там застроилась, получается, там на... Нет, она до сих пор стоит, эта хата, там другие люди живут. я имею в виду, дальше еще раз строилась, то есть она сейчас не последняя? Нет. Там сейчас уже много понастроили. Ну, он потом покажет. Вот, маленькую хотенку, да, купили, так они всю жизнь и прожили в этой хотенке. Вот, дед работал водителем в колхозе, работал он на автобусе. Колхозный автобус был, который развозил там доярок, который трактористов по станам он возил. Для работяг. Для работяг был, да, автобус. Вот, я почему с детства с дедом-то объехала весь Кавказ. Все эти памятники, все эти культурные места, культур-мультур, и на Эльбрусе я была, и везде я была с ним, потому что его отправляли, он возил экскурсии школьников. Вот, он школьников возил по экскурсиям еще. От колхоза давали этот автобус, а я же к нему на хвоста падала. Он меня с собой по всему Кавказу провез. Все показал, да. У меня дед был золотой, я его очень любила. Это хорошо. Да, там, конечно, очень много еще жизненных моих случаев было. А так, что еще из той поры, ну, вот он, единственное, что перед пенсией он ушел из колхоза, он устроился на работу в Лобинск, в автоколонну, сел на КамАЗ и пошел дальнобойщиком зарабатывать себе пенсию. А в итоге заработал рак желудка. И на пенсии только 3 года прожил, помер, в 63. И вот я жарю, когда в 63 года умер дед, тогда бабушка вспомнила цыганку, которая ей еще в 41 году на отдала все это. И она действительно ведь пережила его на 5 лет и тоже в 63 года умерла. Обалдеть. Да. Бывает. И непонятно предсказала, накаркала. Да. Ну, вот так судьба сложилась. Слушай, а еще вот награда у него, которая 85-й год, юбилейная, да, им вручали, получается. Тоже помнишь? Помню, да, я как раз была дома, он не пошел на 9 мая, он очень редко ходил на все эти митинги, парады. Не любил? Не любил. Не любил он. Я же говорю, там были такие вояки, которые писарчуками в обозах прошли всю войну, а потом после войны себя в грудь били. Что я такой-то, я там воевал. Они по всем собраниям, по всем школам, они везде на переднем плане были. А дед всегда на них матерился и плевался, вояки. Вот там отсиделись. Да, отсиделись в обозах, а потом себя в грудь били. Было и такое. И поэтому, когда он не ходил на все эти мероприятия, он даже ордена свои, медали не одевал. Он потом эти колодочки у него были. Так вот мы его в этом пиджаке с колодочками похоронили. Только колодки орденские, планки эти были у него. Ну, я понял. Он только их носил. А так, вот я жалю за его отца, вот теперь уже узнали, прадед мой получается, его отец дедов, который Татаркин, Евгений Григорьевич. Он, оказывается, геройский-то дед был, снайпер был. Да. И медаль за отвагу имеет, а мы его-то знать не знали. Спасибо людям. Да, спасибо людям. И сайту память народа, да. Они большую работу делают. Да, со стороны мамы. Со стороны отца я не знаю. Сведений пока у меня нету никаких. Ясно. Хорошо. Интересно. Приятно знать. Родня такая была. Супергерои. Да не супергерои, это просто разобраться. Они делали то, что должны были делать. Как настоящие герои. И в принципе, это действительно детям, с кого брать пример надо. Да, да. Это не спайдермен, разрисованный, скачет. Это настоящие герои. Которого покусал, и вот он супер там бегает. Я про то и говорю, что люди обычные, я почему просил-то рассказать, кем он был школьник, школьником был, старший класс. Да, он 10 класс закончил, и ушел на фронт. Никакое военное дело, ничего не изучалось. Абсолютно ничего. То есть, как бы, и оружие это не то, что толком, а он, получается, и в армии-то не успел послужить. Нет. Вообще никакое, да, и ушел. Он вот эти два года потом армию дослужил после войны. То есть, и так же, получается, многие другие. Да. И на вот этих пацанах, и на этих бабах, и детях вытащили войну. А после войны, ну-ка, страна какая была, разруха была. И это же все восстановили. Кто? Это бабы, дети. Потому что мужики... И те, кто с войны искалечены. Да, искалеченные пришли. Ведь пришли-то целыми единицы, остальные покалечены, да полегли там. Всю войну на бабах, с детьми вытащили. Поэтому вот с таких людей и надо пример брать. Это поколение, конечно, очень сильное. Я вообще преклоняюсь перед теми людьми, они столько пережили, столько перенести и не растерять, тем не менее, не растерять свою человечность. Да. Не растерять вот это сострадание к людям. Вот даже бабушка Маруся с дедом жили, вот я же тебе говорю, на краю станицы. А вот рядом с ними была хата. Там жил, ой, как же его звали-то, блин, сейчас вот. Вот жену его точно помню, мы звали ее тетя Гутя. Почему? Потому что она была немка, она была Гертруда, если полностью имя. А он, к нему в станице было такое отношение, он был полицаем в войну. вот, и когда немцы ушли, его наши арестовали, значит, слали его там в лагеря, в общем, он отсидел, как положено, он свои 10 лет отсидел, и она была репрессированная, она из волжских немцев, которые по возрасту у нас же были там, там же целая немецкая республика была до войны, их же потом всех репрессировали в войну. Вот, и она, они познакомились там, вот в этих лагерях-то. И он там женился на ней и привез ее сюда на Кубань после войны уже, после того, как он отсидел, все. Ну, как, к нему тоже такое отношение было, вот, все, а, это ж полицай, это полицай, потому что это было время после военной, это было по-живому. Вот, а она такая душевная была, ну, для меня она уже бабка была, получается. И моя бабушка, она очень дружила с нею. То есть, и к нему она относилась ровно. Да, был полицай, она с ним так, как сосед там, поздоровается, там, что-то надо, спросила, ответила. А с тетей Гутей из-за него никто не общался, хотя она вообще никакого же отношения не имела ни к полицаям, ни к чему. А из-за того, что вот ее репрессировали, можно сказать, девчонка вместе с родителями она в лагеря попала. Вот, и к ней уже такое отношение было, что с лагерей, да немка. А она-то, причем, что она немка родилась-то? Она же родилась в России, жила-то она в России, по большому счету. И, ну, ей деваться некуда было, она вот, сошлись, так они и жили, поженились. А она же такая тетка душевная была, вечно что-то она стряпает, пирожочков принесет. Даже, у них не было совместных детей. Они вот просто сами жили. Вот, и она всегда, она очень любила детей, мы же детворой бегаем, там, играемся, она всегда напечет каких-то булок, пирожков, выйдет с этой чашкой за двор, и всех нас собирает, туда кормит нас пирожками, там, ой, красота была же, такая душевная была тетка. Это наша бабушка, она очень ее любила. Она всегда там, тоже там, что-то со стряпой, через город, кричит ей, Гутя, иди сюда, да, придет там. И они вот вечерами, они там соберутся на лавочке сидели, потому что с этой Гутей, мало кто общался, из-за него, из-за мужа-то не общались, потому что к нему было такое отношение. Да. Вот. А она очень хорошая была, добрая женщина, и бабушка наша, к ней вообще очень хорошо относилась. Ну, это вот бывает, вернее, ну, да, ты правильно говоришь, что по-живому было, видимо. Да, вот этот накладок. Потому что люди много пережили тогда. Много перенесли. И слово немец тогда, не только национальность, наверное, обозначала еще определенный контекст. Были, да, были такие, что и лютовали, и взверствовали. И опять же, не всех надо под одну гребенку грести. Всякие были и немцы. Ну, да. Да, были и зверье, ну, были и нормальные. Опять же, бабушка рассказывала, когда баба Настя этих своих пацанет-то маленьких прятала в подвале, чтобы они не попались. А один немец, говорит, старый, он уже пожилой был, он ездовым был, при конях там у них. Вот. И он, говорит, подглядел, он понял, что там дети, что она, таскает, что сворует там покушать, там какой-то хлеб, что-то воровало у немцев. И она бежит туда, в подвал вот этот, кормить их. Вот. И он понял, что там дети. И бабушка же говорит, он подойдет, говорит, это самое, а им же строго-настрого, хоть они маленькие, было приказано. Она их в этом подвале, она их еще привязывала, чтобы они не вылезли через двери. Потому что одному два, другому три. Вот. Она их привяжет за ноги, сама побежала, эти портки стирать немцам. Вот. А он, говорит, подходил и под дверь подсовывал, говорит, сахар. Кусковой сахар у немцев был, говорит. Он завернет, говорит, в газетку в какую-то, говорит, и под дверь подсовывает. Он понимал, что там дети сидят. И он же никому об этом не сказал, что там дети. Ну вот. Да, и немцы всякие были. Было и зверьев, были и нормальные. Чего уж под одну ребенку всех равнять-то. Всякое было. Мы там не были, мы это не пережили. Мы-то с колокольни своего времени сейчас судим, и можно много говорить. А тогда, конечно, то, что те люди перенесли, я просто-напросто преклоняюсь перед ними. Такое вынести на своих плечах, такое вытащить. Да, что говорит. Такую страну, говорит, да, такую страну потом после войны поднять из разрухи, из полной разрухи, из ничего. И в космос первой. Да, и как бы там, говорю, конечно, Сталина не хаяли, что там и зверь, и лагеря, у меня к нему другое отношение. Я говорю, это был великий человек. Величаешь. Хотя бы потому, что он поднял после войны разрушенную страну. Он с колен ее поднял, эту страну. И войну выиграл. И войну выиграл. И заводы назад вернул, и промышленность, и все вернул. Так и жизнь людям наладила-то, в принципе. Получается, его в 53-м не стало. Да, за 8 лет уже, да. Страна встала на рельсы хорошие. И потом шла по накатанному. Уже, да. Я же говорю, первых потом, после войны еще первых потом запустил. Как бы потом все это не хаялось, у меня другое отношение. Ну вот, в принципе, что знаю, то знаю, сынок. Если что-то вспомню, потом еще расскажу. Допишем. Все, спасибо. Благодаря сайту «Память народа» нам удалось узнать о некоторых наших родственниках то, что ранее нам не было известно. Корнеев Владимир Гаврилович родился в 906 году. В ряды Красной Армии был призван 17 августа 1942 года. О его судьбе нам рассказывает лишь один документ «Послевоенное донесение от 5 сентября 1946 года». Позвольте, я вам его зачитаю. Военнослужащего Корнеева Владимира Гавриловича 1906 года рождения уроженца села Хамышки Азовско-Черноморского края, призванного в Красную Армию Мостовским районным военкоматом Краснодарского края 17 августа 1941 года. Воинское звание «Красноармеец» «Пульметчик». Письменная связь прекратилась с 25 сентября 1941 года. Адреса нет. До призыва в Красную Армию проживал в селе Соленом Сибайского района Краснодарского края. Дополнительных данных не имеется. Его жена Корнеева Анастасия Мартыновна проживает в селе Соленом Сибайского района Краснодарского края. Заключение о гибели дать не представляется возможным из-за отсутствия подтверждений. Компрометирующих данных сельсовет не имеет. Собственно, больше никакой информации нам не удалось найти. Работа с архивами до сих пор ведется. И, надеюсь, со временем мы сможем узнать больше. Далее речь пойдет о сыне Владимира Гаврииловича Корнееве Николае Владимировиче Старшим. Он родился в 1926 году. Служил в 1027 стрелковом полку. Почти всю службу он провел в районе Ленинграда. Но 1 февраля 1944 года их полк взял направление на запад. Об этом есть следующая запись в журнале боевых действий. В 9.00 полк прибыл в район Никитина, где и сосредоточился. С 1 по 8 февраля личный состав полка занимался боевой подготовкой. В ночь с 8 на 9 февраля полк выступил в марш на Расщеп. В 19.00 сосредоточился в указанном районе. 9 июля его полк вышел в район Пскова. На 1 августа в журнале имеется следующая запись. Полк совершил марш из района Жигури в район Щелгунова. Личный состав и оружие приводятся в порядок. С 10.00 приступил к нормальным занятиям по расписанию. Все это время полк участвовал в боевых сражениях, успешно занимая позиции и обращая врага в беспорядочное бегство. С 15 августа по 20-е в журнале есть следующие записи. Выполняя боевую задачу, полк занял 41 населенный пункт. Захваченные трофеи, 8 лошадей, 1 радиоприемник, 30 винтовок, 4 карабина, 4 стационарных пулемета, 10 автоматов, 1 разбитая зенитная пушка. Уничтожено немецких солдат и офицеров 150, взято в плен 12. Полк за это же время потерял убитыми 26, ранено 109. 18 августа командир сдал командование майору Погодаеву. 22 августа полк ввел тяжелые бои по овладению опушкой леса и близлежащими населенными пунктами на южном берегу Мусть-Иды. 2-я и 3-я стрелковые роты, овладев опушкой леса на 600 метров западней Тиду, Тываси и Анзи в течение 4-х часов отбивали контратаки противника, непрерывно следовавшие одна за одной. Противнику удалось выбить вторую стрелковую роту из Тиду и прорваться к огневым позициям орудий прямой наводкой минометов калибром 82 мм. Расчеты орудий и минометов, расстреливая противника из орудий и автоматов, обратили его в бегство. Противник был выбит из Тиду и отброшен за реку Петрииги. С исключительной храбростью сражались в этих боях артиллеристы, овладев отбитой противника пушкой, развернув ее в сторону врага, расстреляли его же снарядами. В итоге дневного боя полк овладел Тиду, Тырвой и Анзи. Закрепился на достигнутом рубеже. Противник оказывает сильное огневое сопротивление на наши боевые порядки. Весь конец августа полк провел в боевых сражениях. С 1 по 14 сентября в журнале имеется следующая запись. Полк занимает исходное положение для наступления, оборудовая его в инженерном отношении. Ведет усиленное наблюдение за противником и его действиями. Боевые порядки полка продвинуты на 200-250 метров от переднего края противника. Готов к бою. Противник оказывает особо сильное воздействие на наши огневые порядки и в глубину, производя массированные артиллерийские минометные налеты. Его авиация одиночными самолетовылетами ежедневно производит разведполеты. Наблюдением за противником установлено, что на переднем крае идет упорная работа по созданию древоземляных сооружений. В донесениях о безвозвратных потерях от 13 ноября 1944 года значится, что Николай Владимирович получил ранение 13 сентября 1944 года. Скорее всего, он получил его в один из минометных или артиллерийских обстрелов. Он находился в госпитале почти два месяца и умер 4 ноября 1944 года. Место захоронения город Выру. Мне удалось найти информацию, что он захоронен в братской могиле номер 10 православной части городского кладбища, но также он числится захороненным в братской могиле номер 20 на Литеранском кладбище. Теперь у меня появился повод посетить город Выру и узнать, где же все-таки захоронен мой предок и тем самым отдать дань уважения на месте его погребения. Следующий член нашей семьи Татаркин Евгений Григорьевич, отец моего прадеда, о котором рассказывала ранее мама. Он вместе с сыном в 1941 году в августе отправился на фронт. Были призваны из районного военкомата Котельниковского района. Как ранее было сказано, нам ничего не было известно о его судьбе, причем этого не знали ни его сын, ни его внучка, моя бабушка, и, следовательно, мама тоже ничего не знала. Однако в этом году, когда пути моих изысканий привели меня на сайт память народа, мне удалось найти военное донесение от 31 декабря 1942 года, в котором Евгений Григорьевич числится пропавшим без вести. 28 июня 1942 года Выдержки журналов боевых действий 121-го стрелкового полка позволяют пролить свет на события с начала формирования этой дивизии и до момента того события, которое описано в журнале. Я судорожно стал искать в них 28 августа, чтобы понять, что же произошло в тот день и смотрите, что мне удалось найти. Начнем немного ранее. 19 марта 1942 года части 121-й стрелковой дивизии сменив 13-ю гвардейскую стрелковую дивизию заняли оборону по реке Тин на рубеже Новоалексеевской полевое и держало оборону до 28 июня 1942 года. Из отчета боевых действий 574-го стрелкового полка можно проследить следующим. В 3 часа ночи 28 июня 1942 года противник после мощной артподготовки при поддержке танков и авиации перешел в наступление. Полк отбивал яростные атаки противникам. Но противник в левом стыке дивизии прорвал оборону и занял Петровку. Станцию Черемисина подходил к железнодорожному мосту грозя окружением полка. Подразделения полка в это время продолжали упорно обороняться и только после получения приказа от командира дивизии генерал-майора товарища Зыкова командир полка подполковник Магиров в 9.00 28 июня 1942 года отдал приказ об отходе на новый рубеж восточный берег реки Тим. Отход подразделений совершался под непрерывным артиллерийским минометным и пульметным обстрелом противника. При первой попытке противника перебрався через реку Тим были подбиты два танка противника взводом противотанковой роты, где командиром взвода был младший лейтенант Климов, а у деревни Безобразовка были еще подбиты два танка противника старшим лейтенантом Карелиным и красноармейцем Илсуковым. Под натиском превосходящих сил противника полк постепенно отходил всячески препятствуя продвижению противника, но путь отхода полку был отрезан. С 15.00 28.00 июня 1942 года полк занял круговую оборону в лесу, что с западней станции расходится. В 22.00 под прикрытием темноты полк организованно совершает выход из окружения. При выходе из окружения отличились товарищ старший сержант Харин и старший лейтенант Хованский, уполномоченный особого отдела Никушин и бывший инструктор политотдела дивизии старший политрук товарищ Киселев. На отчетной карте Брянского фронта, который описывает период с 16 июня по 28, наглядно видно, где располагалась 121-я стрелковая дивизия и конкретно 574-й стрелковый полк. После 28 июня связь с прадедом была потеряна. Пропал он в Черемисиновском районе Курской области. Через 10 месяцев его фамилия появляется в донесении об освобожденных из плена от 19 апреля 1943 года, в котором выясняется, что Евгений Григорьевич попал в плен. Изучая журнал боевых действий 121-й стрелковой дивизии от 1 февраля 1943 года по 31 мая 1943 года, я нашел лишь одно упоминание об освобожденном пленном. Период с 5 по 6 февраля 1943 года. В течение этих дней части дивизии вели бои за овладение городом Курск. К 3 часам утра 5 февраля 1943 года части дивизии занимали следующее положение. 705-й стрелковый полк западная окраина Пригородня, 574-й полк 1 км юго-западней Пригородни и 383-й стрелковый полк Колодинский Новоселовка. Продвижение продолжается медленно из-за отсутствия дорог. Противник прикрывает ход небольшими отрядами. Рота и батальон из района Куликовка и Семеновка дважды контратаковали силой до роты нашей части. Контратаки были отбиты с большими потерями для противника. К 11.00 6 февраля 1943 года части дивизии овладели 705-й стрелковый полк Воронцово 574-й стрелковый полк Западная окраина Шуховец 383-й стрелковый полк Беседина. В районе Воронцово Беседина противник силы до батальона контратаковал подразделения 705-й и 574-го стрелковых полков. Контратаки противника были отбиты. Противник с боями отходит на юго-запад окраину города Курска Зорина Рыжкова. Дивизия не отрываясь преследует отступающего противника. Одиночные самолеты противника пулеметным огнем обстреливают боевые порядки наших частей. В результате двухдневного боя противнику нанесены потери. Уничтожено более 300 солдат и офицеров. Захвачено 4 исправных орудия, 4 исправных тягача, несколько винтовок и 15 автоматов. И один исправный танк. Подбито два танка. Захвачено пленный, который показал, что 4 танковая дивизия 12-13 мотополков переброшена из-под Мцеска в Курск, где сменила отступающие разбитые части под Косторное и заняла оборону Щегурц в Курск. Танков в дивизии нет. Артполк дивизии остался под Мцеском. Потери дивизии убитых 3, раненых 9. Контрольный пункт стрелковой дивизии Тестово. Интересное совпадение. Конечно, освобождая город Курск, 574-м стрелкового полка освободили в тот день именно моего прадеда и именно об этом есть запись в журнале боевых действий. Она крайне мала, да и не сказано какой-то пленный, то есть с немецкой стороны или пленные, которые были у немцев и наши их освободили. Но, тем не менее, совпадение довольно интересное и узнать, как там действительно было на самом деле уже не представляется возможным. 8 февраля город освобожден силами 121-й стрелковой дивизии. Операция производилась под известным уже всем званием Курская Дуга. 18 апреля 1943 года Евгений Григорьевич награжден медалью за отвагу, чему соответствует приказ подразделения. На этот период он уже числится снайпером 574-го стрелкового полка. Наградной лист немного проливает свет на событие почти годичной давности. В нем написано, что он был контужен. Дата контузии 29 июня 1942 года. Это как раз следующий день после того, как он числится пропавшим без вести. Возможно, из-за контузии он потерял сознание и потом попал в плен. На городном листе описан подвиг моего прадеда и я с большой гордостью его вам зачитаю. Товарищ Татаркин за время нахождения в обороне по реке Сейм меткими выстрелами уничтожил 7 немецких солдат. Ранее, находясь в обороне в районе деревни Крюково, им было уничтожено 5 фрицев. Товарищ Татаркин достоин правительственной награды медалью за отвагу. Да, внимательный зритель увидел, что там в подвиге описана другая фамилия, но вверху наградного листа, если мы посмотрим, с полка, там видно, что фамилия Татаркин и, скорее всего, в описании подвига просто допустили ошибку в фамилии. 121-й стрелковой дивизии 60-й армии мой прадед воевал до августа 1943-го года. С 26-го августа дивизия приступила к форсированию реки Сейм. Операция была организована в рамках Черниговско-Полтавской наступательной операции. События разворачивались следующим образом. Позвольте, я вам зачитаю. Войска Центрального фронта перешли в наступление известной как Черниговско-Припетская операция, нанося главный удар силами 65-й армии в новгородском направлении. Имея дальнейшие задачи, прорыв на Конотоп нежен Киев. Противник оказал упорное сопротивление. В первый день предприняв 12 контур-ударов. Продвижение советских войск было медленным. 27 августа в бой была введена 2-я танковая армия, которая смогла освободить город Севск, но была остановлена на следующем рубеже обороны. К 31 августа продвижение составило 20-25 километров. Попытки развить здесь успех не дали результата. Зато направление вспомогательного удара Центрального фронта войска 60-й армии, состав которой входила 121-я стрелковая дивизия. Быстро прорвали оборону врага и к исходу 31 августа продвинулись на глубину до 60 километров, расширив прорыв до 100 километров по фронту. Фронт немецких войск оказался рассеченным. Армия вышла на оперативный простор. 30 августа она освободила город Глухов, 31 августа город Рыск. Однако момент, когда советская армия вошла на территорию Украины, мой прадед уже не застал. 29 числа его убили. Он окончил свой боевой путь командиром отряда в звании старшего сержанта, о чем есть запись донесения о безвозвратных потерях. В журнале боевых действий 121-й стрелковой дивизии есть краткое упоминание о событиях того дня. С личным составом полка проводились занятия по боевой и политической подготовке и подготовке к боевому строевому смоту. С офицерами штаба полка батальонов начальниками служб проводились занятия минирования и разминирования минных полей в соответствии с приказом номер 03-96. 29-30 августа в 10.00 1-й и 3-й стрелковые батальоны согласно приказу штаб-дио перешли в наступление после упорных боев. 16-0-0 прорвали сильно укрепленную оборону противника и стали успешно преследовать беспорядочно бегущего противника и к исходу дня занялись боем населенные пункты Тураева Агаркова Кленная Шустова особенно отличились в боях рота автоматчиков командир роты капитан Максименко и командир взвода роты автоматчиков старший лейтенант Ковалев работая над роликом я изучил довольно большое количество документов журналы боевых действий карты фронтов и документы по ключевым событиям Великой Отечественной войны это был очень интересный опыт и я призываю вас изучить историю вашей семьи ведь она вписана в эти страшные страницы истории мировой я надеюсь что подобная работа позволит вам осознать значимость и цену того что сделали наши предки и мы должны приложить максимум усилий для того чтобы их жизни не были отданы зря во время этой страшной войны своей деятельностью мы должны принести максимум пользы для нашего народа и нашей страны в мирное время как это делали наши предки в военное время памяти павших будьте достойны вечно достойны павших павших Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok